Развивать институт патронатного воспитания и отказаться от детских домов. С таким предложением сегодня на пленарном заседании в Мажелесе выступил депутат Турсенбеку Мурзаков. По его словам, детские дома Казахстана не способствуют усыновлению детей-сирот. Причину он видит в подушевом финансировании. На содержание одного ребенка государство ежегодно выделяет более полутора миллионов сенге. По мнению депутата, есть и возможности для коммерциализации этого процесса. В качестве доказательств коммунист привел данные генпрокуратуры. За последние два года в обход правил усыновили около 500 детей. Их родителями стали те, кто даже не стоял в очереди. Еще порядка двух тысяч сирот даже не числятся в детских домах, а значит лишены возможности обрести новые семьи. Сегодня в Казахстане 34 тысячи детей, оставшихся без попечения родителей. И только малая часть из них попадает в патронатные семьи. По мнению депутата, увеличение числа детей в детдомах неизбежно ведет к росту преступности. Мы поняли, что с детских домов дети не могут стать нормальными гражданами. Только устраиваются и получают нормальную жизнь 10-15% детей. 60% мальчиков первый же год после выхода с детдома становятся преступниками, попадают в тюрьмы. 40% девчонок попадают на панель, становятся проститутками. То есть мы видим результаты этого дела, мы видим, что в детских домах руководители этих детских домов не заинтересованы передавать детей в патронатные семьи.